Базовый синтаксис для определения аргументов и передачи аргументов внутрь функции в языке Python достаточно простой. Однако существуют и другие способы передачи аргументов внутрь функции, а вместе с ними и другой синтаксис. Давайте для примера определим функцию printA.B. Она будет принимать два аргумента и поочередно выводить каждый из них. Код этой функции будет выглядеть как-то так. Она принимает два аргумента A и B, printA, а затем printB. Второе. Исполнение любой функции начинается с инициализации аргументов. Поэтому если мы переводим функцию меньше аргументов, чем она, например, принимает, она не сможет исполниться. Поэтому, чтобы наша функция начала исполнение, есть два простых правила. Первое. Любой аргумент должен быть инициализирован, а второе. Ни один аргумент не должен быть инициализирован дважды. Вернемся обратно к примеру. Наша функция принимает два аргумента. Первым она принимает аргумент A и вторым она принимает аргумент B. Существует два способа, которым мы можем передать аргументы внутрь функции И первый способ такой относительно классический Мы сначала передадим 10, а затем передадим 20 И 10 у нас станет вместо А, и 20 у нас станет вместо Б Просто потому что мы передали их в том же порядке, в котором мы определили переменные В таком контексте мы называем аргументы позиционными Потому что важна позиция, в которой находится каждый из аргументов Второй способ передачи аргументов – это передача аргументов по имени Или именованные аргументы Мы можем вызвать нашу функцию, указав, что мы хотим вызвать ее с аргументом А равным 10 И с аргументом Б равным 20 При этом в отличие от позиционных, их порядок уже не так важен Мы могли бы их вызвать и в другом порядке Мы могли бы их вызвать с Б равным 20 и с А равным 10 Так как мы явно указываем имена аргументов, в качестве которых мы хотим поставить те или иные значения интерпретатор поймет, как проинициализировать аргументы. Эти подходы к передаче аргументов можно совмещать, однако всегда нужно сначала передавать позиционные аргументы, а затем аргументы именованные, потому что порядок в позиционных аргументах всегда лажен. Таким образом мы могли вызвать нашу функцию таким образом. Мы бы сначала передали 10 в качестве позиционного аргумента в качестве аргумента А, и затем мы могли явно указать передать в качестве B20. Также язык Python предоставляет нам удобный способ передавать элементы списка в качестве аргументов функции Если вы, предположим, знаете, что ваша функция принимает 5 аргументов И у вас есть список, содержащий 5 элементов То вы легко можете передать их в качестве аргументов функции с помощью звездочки Предположим, что у нас есть список LST И мы хотим вызвать принта b от звездочка LST Это эквивалентно той записи, если бы мы реально передали аргументами все элементы списка поочередно То есть сначала бы у нас была принта b, затем бы у нас была LST нулевая, затем бы у нас была LST первая Описанный способ хорошо работает для передачи позиционных аргументов Однако и для именованных аргументов у нас тоже есть подобный механизм С помощью двух звездочек мы сможем передать пары ключ-значения данного словаря в качестве именованных аргументов Вернемся к примеру Если в словаре определить с ключом a значение 10, с ключом b значение 20 И затем через две звездочки передать их в качестве аргументов функции принта b То подобная конструкция раскрывается в конструкцию вида ключ-значение Ключ-значение В нашем случае это будет как раз-таки a равно 10 и b равно 20 Таким образом, язык Python предоставляет большое множество способов передать аргументы внутри функции Однако какой из этих способов использовать придется все-таки решать вам в зависимости от той задачи, которую вы решаете Продолжение следует...